В библиотеке ААЛТА первая посткарантинная выставка. Портрет на фоне пандемии. Это попытка петербургской художницы Елены Бечевиной передать на холсте свои ощущения от самоизоляции и от новостей последних трех месяцев. Самоизолировалась я от общества, получилась и выполняла все законы. Не выходила, не гуляла, как говорится, ограничила все свои движения и почувствовала вот как раз контраст жизни, наверное, что происходит какое-то видоизменение, что наше сознание теперь должно быть как-то по-другому, мы должны себя чувствовать. Я почувствовала себя буквально вот узницей. Вот портрет на фоне желтой стены, можно сказать, портрет на фоне пандемии. Здесь, если вы посмотрите, то этот человек погружен сам в себя и наверху, в принципе, это календарь 20-го года. И понимаете, сидит человек в самоизоляции и не может двинуться никуда. Еще одно знаковое полотно экспозиции – розовая работа. Ее активный цвет – это угроза, которую принес коронавирус, подсознательный страх перед неизвестной болезнью, противоречивые новости. В это же время художница написала две картины в жанре абстракции. И в них тоже много агрессии, скрытых опасений, которые принес нам апрель. Елена рассказала, что в работе ей хотелось использовать очень контрастные и насыщенные краски. Выставка стала для художницы своеобразным экспериментом в ощущениях и способах их передачи. В конце концов, как бы вся обстановка стала более-менее разряжаться, когда, соответственно, поэтому мое мировоззрение тоже менялось. И в последнее конце у меня появляется картина, которая маски содержит, которые взлетели над землей. Они взлетели и летят, потому что их хочется убрать из нашей жизни, чтобы мы уже больше никогда их не надевали. Но опять же картина продиктовала то, что лежащие внизу захотели быть красными. И опять получилось. Значит, наверное, в память ушедшим, что ли. Так что очень странная выставка. Такая, знаете, не сказать, что она очень оптимистичная. Она как бы вот то, что я чувствовала, то я и выразила. Елена считает большой удачей, что экспозиция впервые выставляется в Выборге. В прекрасном здании, спроектированном Алваром Алта. Архитектор продумал все до мелочей. Так галереи библиотеки заливают уникальный белый свет. И работы здесь буквально горят и мерцают. Мы приостанавливали свою деятельность и работали полностью удаленно. Предоставляли, насколько это было возможно, все наши услуги через интернет. С 8 июня мы начали обслуживать наших читателей. И вот сегодня мы открываем первую выставку в после, можно сказать, карантинное время. Мы очень рады этому. Хотя автор, я хочу сказать, рискует. И согласился на этот риск, что выставку смогут увидеть только наши читатели, которые приходят за книгами, у кого есть читательские билеты. Просто посетители. Сейчас мы пока не разрешаем заходить в библиотеку, потому что есть определенные ограничения. И выставка как раз посвящена как раз этому времени, пандемийному. И как, наверное, я думаю, они очень хорошо передают те настроения, которые возникали, наверное, у каждого из нас в этот период самоизоляции. Елена Бичевина – иллюстратор, театральный художник. В 90-х она жила в Выборге, преподавала в детской художественной школе. Сейчас работает в Мариинском театре, создает оформление спектаклей, декораций, скульптуру и бутафорию. Много выставляется, в том числе в Выборге. 15 июля в библиотеке «Алта» откроется вторая выставка Елены Бичевиной «Свет, огонь, красный», посвященная преимущественно театральным работам художницы. Она разместится в лекционном зале и предполагается, что обе экспозиции будут перекликаться друг с другом и составят единое целое. Зритель сможет ознакомиться с ними до 13 августа.